Перейдем к первому этапу войны. Для начала давайте определимся с хронологическими рамками. Итак, первый этап охватывает период с 22 июня 41 года, то есть дня наступления Германии на СССР, по 18 ноября 42 года. Почему именно такие хронологические рамки? 18 ноября это последний день оборонительного этапа битвы за Сталинград. Уже с 18 на 19 ноября начинается контрнаступление под Сталинградом, который открывает следующий уже второй этап войны, который мы называем коренным переломом. Поэтому вот это первый так называемый начальный этап войны. Для начала нам следует определиться с планами Германии. Итак, вообще у Германии был так называемый план Ост, то есть это вот поход на восток, куда включались все страны Восточной Европы и, конечно, СССР в том числе. Однако для того, чтобы захватить непосредственно СССР, нужно было разработать непосредственно план по захвату СССР. Спасибо, капитан Очевидность. И поэтому был разработан план Барбаросса. План Барбаросса что подразумевал? Он подразумевал, что Германия в течение буквально нескольких месяцев должна захватить основную территорию СССР, европейскую часть СССР, по крайней мере. То есть к началу следующего года, то есть до зимы, до начала 1942 года немецкие войска должны были, помимо того, что захватить Москву как столицу, они должны были выйти на линию Архангельск-Астрахань. Пожалуйста, откройте карту Великой Отечественной войны, откройте карту начального этапа ВОВ и посмотрите, что это должна была быть за линия Архангельск-Астрахань. Найдите ее и прямо вот так линейочкой или пальчиком проведите. И поймете, вот какая была финишная точка плана Барбаросса. Ну, как вы понимаете, план Барбаросса, к счастью, не был выполнен германской стороной. Давайте теперь посмотрим, что происходило на этом начальном этапе, как у Германии получалось или не получалось этот план выполнять. Итак, война начинается, да, 22 июня, это мы все знаем, но такая первая точка, которая подверглась нападению Германии, это была Брестская крепость. Город Брест, город Крепость, город Герой, пожалуйста, также найдите на карте. Вообще, сейчас все то, что мы с вами будем проговаривать, все пальчиком следим по карте, все смотрим, все ищем. Итак, с 22 июня по 20 июля, да, все в рамках 41 года, происходит оборона Брестской крепости, да, вот эта первая точка, героическая оборона. Дальше, 23 июня, то есть практически сразу же, как началась война, создается такой орган, который назывался Ставка Верховного Командования. Изначально главой этой Ставки Верховного Командования был Тимошенко, однако уже 8 августа им стал Сталин. И Ставка Верховного Командования превратилась в Ставку Верховного Главного Командования. Итак, чем занималась Ставка Верховного Командования? Как можно догадаться, этот орган занимался полностью контролем, полным контролем над действием армии, полным контролем над военными действиями, над всеми операциями. То есть это вот была самая главная такая вот организация, которая занималась военным планированием. Дальше, 30 июня создается ГКО, ГКО это государственный комитет обороны, там сразу главой стал Сталин, так вот ГКО это было такое временное, можно сказать, правительство во время войны, то есть в отличие от ставки верховного главного командования, ГКО занимался не только вопросами военными, но и вопросами тыла. То есть наркоматы, не министерства, еще наркоматы, народные комиссариаты в тот момент практически не работали, вся власть была сконцентрирована в ГКО, в государственном комитете обороны. Дальше, войска продвигались, продвигались немецкие, наши отступали, как вы понимаете. Дальше, с 10 июля по 10 августа, видите, да, достаточно легко запоминаются, происходит Смоленское сражение, чем оно примечательно, Смоленск тоже был нами оставлен, но чем примечательно Смоленское сражение? Что там практически на 2 месяца немецким войскам пришлось перейти к обороне, и это такой очень значительный шаг на пути к пониманию Советской Красной Армии о том, что, опять-таки, победить Германию вполне возможно. Вот впервые не мы только отступаем, обороняемся, а теперь обороняется еще и Германия, то есть даже чисто с такой, даже не только со стратегической, но и с моральной точки зрения, это очень важная точка. Со стратегической позиции вы понимаете, то, что после Смоленска следующая крупная точка на карте, это уже является Москва столица советского государства, поэтому Смоленск, вот это вот то, что Германии пришло, да, немецким войскам пришлось на 2 месяца перейти к обороне, это дало возможность Москве лучше подготовиться к осадному положению, дало ей такой люфт по времени. Дальше, тут выделила специально красным приказ номер 270, очень важный, выпущенный в августе. Приказ 270 гласит, что все люди, которые попадают в плен, которые сдаются в плен, они становятся страшными дезертирами. Что это означало? Дезертир, ну, по сути, это слово синоним к слову предатель, то есть те люди, которые зачастую не самовольно, не добровольно, я имею в виду, сдавались в плен, а так получалось в ходе войны, они все равно становились для советского руководства дезертирами. По идее, этот приказ, конечно, должен был мотивировать солдат воевать более отважно, однако, по факту, сложно сказать, выполнял ли этот приказ, то есть добился ли этот приказ своих целей. 8 сентября начинается блокада Ленинграда, которая, как всем известно, длилась практически 900 дней, а если быть совсем точным, это 872 дня. Вот в сентябре, а именно 8 сентября, начинается блокада Ленинграда. Это основные такие точки в 41-м году, которые нужно запомнить, сейчас мы еще про некоторые поговорим. Но для начала я бы хотела, чтобы перед тем, как мы с вами поговорим про битву за Москву, чтобы мы с вами точно сформулировали, могли сформулировать во второй части экзамена или в сочинении, причины отступления Красной Армии. Почему так получилось? Причин много, можно этот список продолжать достаточно долго, однако, я выделю основные, на мой взгляд, самые такие точные, четкие и объективные причины. Итак, поехали. Первая причина. Просчеты командования в сроках начала войны. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду то, что в то время, как для большинства населения, конечно, война была неожиданностью для высшего военного, тем более для высшего политического эстеблишмента, если можно так сказать. Но я имею в виду для Сталина и для его окружения, конечно, начала войны не было неожиданностью, не было сюрпризом. Более того, многие разведчики, в частности, давайте с вами запишем и запомним фамилию разведчика Зорге, который был разведчиком в Японии. Он неоднократно и в июне 41-го года докладывал Сталину о том, что война вот-вот начнется, что Германия скапливает свои военные силы на границе с СССР. Однако Сталин считал, что подобные сведения могут быть провокационными, могут стать провокацией. И так как Сталин не хотел раньше времени начинать войну, то и считал, что не нужно реагировать на эти провокации и не нужно вот этот огонь поддерживать. Поэтому он игнорировал эти сведения и поэтому же в начале войны высшее военное командование, войска, которые были на границе, они были просто не готовы к таким действиям. Такой военной директивы, как вот война на своей территории, то, что Германия вдруг нападет, ее не было. Более того, существовала исключительно одна военная директива о том, что война, если и будет, то будет идти не на нашей территории, что, как вы догадываетесь, в корне неверно. Переходим ко второй причине. Неожиданность нападения Германии для большинства населения СССР. Это связано с тем, о чем я сказала раньше. Да, для большинства населения война была абсолютной неожиданностью. Естественно, они не знали о том, что разведчики докладывают Сталину. Но, что здесь важно отметить, то, что, что конкретно позволяло людям думать, что с Германией будет мир и спокойствие. Но тут я опять вам напоминаю про пакт Молотова-Риббентропа, который активно пропагандировался, пакт о ненападении. И, собственно, советское руководство всегда уверяло, что с Германией войны не будет. Поэтому люди и не были даже морально готовы к тому, что вот война сейчас начнется. И вот эта весть в июне 1941 года о том, что Германия перешла границу, действительно была такой очень неприятной, мягко говоря, неожиданностью для населения. То есть и население, и армия, простые солдаты не были к ней готовы к войне. Третье. Численное превосходство вражеских войск. Ну, я думаю, что здесь мало что можно прокомментировать. Действительно, общая численность войск Германии, вот этих объединенных войск, превышала численность войск советских, по крайней мере, вот на первом этом этапе войны. Плюс мы видим, что на первом этапе есть и военно-техническое превосходство Германии. Потом это соотношение несколько изменится, да, особенно во время коренного перелома, когда уже СССР будет навязывать сражение, а не Германия. Но пока ситуация обстоит именно таким образом. И четвертая причина — это репрессии в армии накануне войны среди высшего военного командного состава. Я хочу вам напомнить особенно, наверное, про 1937 год. Вот мы обязательно с вами запоминаем репрессии, да, когда был репрессированный Тухачевский. Но также Тухачевский был не единственным. Огромное количество высшего военного командования было репрессировано в конце 30-х годов, считайте, накануне войны. Поэтому в начале войны, естественно, советская армия испытывала такой командный кадровый голод. Командирами становились совсем юные, молодые люди, у которых еще не было достаточного опыта. Насколько правильно они могли руководить армией? Оставляю этот вопрос для вас, для меня этот ответ вполне очевидный. Давайте пойдем дальше. Про битву за Москву поговорим. Сама битва начинается 30 сентября. И, собственно, с 30 сентября по 5-6 декабря 1941 года это так называемый оборонительный этап в московской битве. Я напомню, что в ноябре 1941 года, 7 ноября, проходит парад на Красной площади, знаменитый, после которого, да, с которого войска, отряды сразу уходили на фронт. Для чего нужен был этот парад? Ну, по всей видимости, для того, чтобы морально угнетать противника. Что происходит 5-6 декабря? 5-6 декабря 1941 года, обязательно запомним с вами эту дату, это контрнаступление под Москвой. Это значит, что с этого момента стратегическая инициатива находится на стороне Красной армии. Сама битва за Москву заканчивается в январе 1942 года, то есть к январю 1942 года, в принципе, территория Москвы и области, она была очищена от немецкой армии. И последнее, что я хочу отметить, что с 30 октября 1941 года по 4 июля уже 1942 года проходит битва за Севастополь. И обязательно для задания номер 8 в ЕГЭ по истории нужно помнить, что Севастополь оборонялся, ну, город Севастополь оборонялся дольше всех 250 дней. Пожалуйста, это себе перенесите в тетрадь, запомните, это то, что касается начального этапа войны.